Приветствую вас, Наталья. Прочитал ваш вопрос. Смотрите, вы описываете свою ситуацию, как неконтролируемый заход на страницу бывшей любовницы мужа, вот, и, соответственно, неспособность как-то себя в этом ограничивать, и хотите вы избавиться от этого. Ваше желание избавиться от этого, оно, в принципе, мне ясно и понятно. То есть я понимаю, что вы хотите избавиться от этого, я понимаю, что вам хочется, что вы хотите перестать ходить на страницу к бывшей любовнице мужа. Но, как ни парадоксально это звучит, ответ на вопрос ваш кроется в вашем же вопросе. То есть вот вы говорите, что вы хотите перестать ходить, да? Нет, просто избавиться от этого хотите. Но нельзя просто взять и избавиться от какого-либо желания, от какой-либо потребности. Если вы заходите на страницу к человеку, значит, есть причина, по которой вы так поступаете, есть причина, есть основания, по которым вы так поступаете. И эти основания, они связаны с тем, что ранее вы испытывали ненависть к этой самой женщине. Ненависть связана с тем, что человек пытается убрать препятствие, которое стоит на пути к его комфорту. То есть для вас любовница была препятствием для обретения вами равновесия, для обретения вами спокойствия, для обретения вами какого-то комфорта и прочего. И есть причина, по которым любовница и ее отношения с вашим мужем были восприняты вами на свой счет. Есть причина, по которым вы стали думать о себе хуже и ненавидели женщину. Даже вот ваше письмо, когда вы писали, ну, когда вы говорили о прощении ее и прочем, вот, вы говорите не о ней, а о себе. Потому что женщину прощать не за что, она влюбилась в вашего мужа, она справедливо начала свои чувства выращать. И ответственность вашего мужа в том, что он ей как бы ответил. То есть женщина здесь вообще ни в чем не виноват в том смысле, что, ну, за свои чувства мы не отмечаем. А морально сторона вопроса, это, ну, это чушь просто, да. То есть как бы, ну, мораль никогда людей не останавливала от того, чтобы что-либо делать. Вот, особенно, когда речь идет о том, что мы хотим и хотим достаточно сильно. Поэтому здесь исключительно ответственность вашего мужа, который воспользовался женщиной. И по-хорошему, по-хорошему, вам не ненавидеть, наверное, было бы любовницей, да. А она, в общем-то, ей посочился, потому что, ну, женщина влюбившая, надеялась, что мужчина тоже не влюбится и будет с ней. А ваш муж, получается, просто ей воспользовался. Вот. Поэтому ключевой момент здесь в том, что вы, вот, стали хуже о себе думать в контексте этой ситуации. Ключевой момент в том, что вы восприняли на свой счет то, что сделал муж. Вот. И, отчасти, отчасти, это правда, в том смысле, что, действительно, есть ваша ответственность в том, что муж с вами изменил. Но ответственность ваша за ваши действия, за ваше поведение, за ваши отношения, за ваше взаимодействие с мужем, никак не имеет никакого, не имеет никакого связи с вами как таковой. А вот вы для себя в единую цепочку ответственность за поступки, за действия и так далее, вы связались с самой собой. То есть, со своей личностью. И стали думать о себе хуже. Стали думать о себе хуже, как о женщине. Стали думать о себе хуже, может быть, как о жене, может быть, как о сексуальном партнере. И, заходя на страницу, точнее, на страницу бывшей любовницы, вы, на мой взгляд, сравниваете себя с ней, либо пытаетесь проверить, не вступила ли она опять в связи с вашим мужем. Что говорит о том, что вы либо не уверены в себе в чем-то, либо боитесь, опять же, повторения ситуации. И причина, по которой подобная история возникает, это всегда неверность в себе, это всегда недостаточная способность положиться на себя, опереться на себя. И, в некоторой степени, это нуждаемость в вашем мужа, нуждаемость в нем, нуждаемость в том, что он был рядом, нуждаемость в наличии, ну, в наличию семьи, ну, там, наличие опоры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот именно к любви здесь, ну, любовь здесь и не пахнет, в общем-то. Потому что все это не про любовь, как вы понимаете, а все это про решение своих собственных противоречий и своих собственных исключительно индивидуальных проблем. Вот, только через других людей, через мужа, через бывшие любовницы и так далее. И ничего плохого в том, что вы решаете свои проблемы нет, но негативен, скорее, тот факт, негативен, негативен, скорее, тот факт, что вы делаете это за счет других людей. То есть, вы привлекаете к этому и бывшие любовницы, вы привлекаете к этому и своего мужа. А тогда как совершенно справедливо, что индивидуальные проблемы должны, ну, решаться индивидуально. То есть, индивидуальные проблемы должны решаться непосредственно вами самой. Ну, возможно, с помощью, например, специалиста. То есть, того, что, то, что лежит в основе, вот, изменения представления о себе в результате измены, и то, что лежит в основе вашей мотивации заходить на страницу к бывшей любовницам, подлежит исследованию, подлежит разбору и подлежит психотерапии. Вот. А вполне имеет, ну, вполне может быть, что имеет смысл работа с самооценкой. Вот. Вполне имеет смысл, что у вас может быть страх одиночества. Вполне имеет смысл, что вы, вот как я уже сказал, склонны сравнивать себя с другими людьми. Вот. И, в общем-то, склонны оценивать, да. То есть, сравнивание с другими людьми, это почти всегда оценка. Оценка себя, оценка других, оценка людей с той или иной позиции, с той или иной системы ценностей. Вот. Поэтому здесь, я думаю, вам можно ответить на вопрос вот так. Здесь, я думаю, вам можно ответить на вопрос таким образом. И, соответственно, через раскрытие вот ваших потребностей будет уже идти такой постепенный отказ, не интеллектуальный, а именно чувственный отказ. От посещения страниц бывшей любовницы мужа и замещения этого каким-то видом своей деятельности, который, собственно, позволит более полно удовлетворять вашу потребность вот в том, чего вам не хватает. Вот такая вот история. Кроме того, мне кажется, что не совсем вы пережили измены, но это, опять же, это, я в этом не уверен, да, но не совсем. И не совсем, понимаете, причины и истоки ее, потому что, опять же, видите, ваш муж, он после начал кляться, кляться, что любит вас, что он хочет быть с вами и прочее. Вот, и все, соответственно, это, знаете, вот такая вот комичная немного, сразу, я больше не буду, да. Вот, то есть, ну так дело не в том, что ты больше не будешь, а дело в том, почему ты так сделал, и чего тебе не хватает, и как бы ты мог удовлетворять свои потребности по-другому, по-другому. Понимаете? Вот. И здесь требуется и анализ семейных отношений ваших и ваших, я имею ввиду, между вами и вашим мужем для того, чтобы лучше понимать, чего не хватает вашему мужу и, возможно, вам. Ибо, хоть вы говорите, что стали больше учитывать его интересы, но вполне вероятно, что вы не уверены в том, что учитываете его интересы в достаточной степени, чтобы он не совершил измену еще раз. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, возможно, вы боитесь повторений-измены, опять же, страх повторений-измены. Измены связаны исключительно с повторением тех негативных идей, тех негативных мыслей, которые у вас возникали по ее результату. Это, опять же, неуверенность в себе и неустойчивость собственных представлений о, опять же, самой себе. И вот задача по укреплению этих самых представлений, задача по повышению уверенности в себе и самооценке является первостепенной для нас. И второстепенной является гармонизация отношений в семье, конечно же. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.